Братья и сестры книга необычная. Это и подборка ярких фотографий из разных уголков Архангельской области и рассказы о людях, живущих в северных деревнях. Труд Зинаиды Курбатовой и Леонида Арончикова это и впечатление городских жителей, и одновременно взгляд профессионалов, рассказывающих о судьбах русской глубинки. Тележурналисты побывали с творческой экспедиции в Лешуконе, Мизене, Устьянском, Холмогорском районах и, конечно же, на Пенежской земле. Это дань, это приношение нашему русскому северу, это наше уважение, восхищение этим краем, этими жителями, вами. Я сама в Пенеге, у меня отец в Пенежской, я на Пенеге школу заканчивала. Вот оно все родное. Туда езжу почти каждый год. Фотографии очень выразительные такие. Очень качественные. Люди такие, чисто русские. И да, вот лица, вот именно вот лица деревенские такие простые, добрые. Работа над книгой «Братья и сестры» стала для тележурналиста Зинаиды Курбатовой еще одним большим публицистическим проектом на русском севере. Издание увидело свет при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Вы знаете, этот альбом, он на самом деле такой сигнал. Сигнал того, что мы находимся, ведь являемся детьми не айфонов, небоскребов и бетонных набережных. Мы дети деревни, которая создавала Русь, укрепляла и в трудную минуту становилась точкой опоры и точкой нового отсчета на том или ином этапе. Этот альбом как раз рассказ об этом и посыл молодым людям, которые стоят на ноги, что вот где находится Русь изначально. Несколько экземпляров альбома «Братья и сестры» отправятся на родину Федора Абрамова в Веркалу, в местный музей. Кроме того, книгу получат и участники Международного форума «Арктика. Территория диалога», до которого остается чуть больше недели. Артемий Заварзин, Денис Линчевский. 7 дней в регионе.